Спорный момент А всем это, соответственно, Игорю Робинеру и Алексею Андронову, которые сегодня в гостях у программы «Спорный момент» по той элементарной причине, что они люди и вообще-то широко спортивно образованы. Но сегодня я не предполагал спорить о чем бы то ни было, кроме футбола и хоккея. Ну и того и другого мы вспоминали уже здесь, в Дании, Игоря и Алексея, поэтому привет, Леша, привет. Привет, Саша, привет. А если можно поподробнее, что значит, то вспоминали уже. Какой у памяти. Нет, я могу, на самом деле это не трудно. Алексея мы вспоминали вместе с коллегой Юрием Розановым, поэтому, в общем, дальше ничего говорить не надо, мне кажется, не так все понятно. Ну, частично. А что касается Игоря, то, ну, Игорь все-таки, ну, скажем так, 50 на 50 хоккейно-футбольный журналист, поэтому без него, конечно, ну, как-то чемпионат мира, даже не совсем чемпионат мира. Спасибо, спасибо, Саша, но все-таки мне кажется, что Илья Петрович пока справляется и без меня. Вот это заявка сейчас. Ну, пока да, пока да. Ну, впереди еще самые важные матчи, однако хоккейная тема – это второй час нашей программы. Впрочем, как пойдет. Скажи мне, друг мой, Саша, а как вот, собственно, «Добрый вечер» по-датски? Ты уже освоил хотя бы такую лексику? Я понятия не имею. Более того, датский язык, он, в общем, мягко говоря, непростой. И, ну, здесь, правда, спасает то, что в Дании, равно как вообще во всех скандинавских странах, английский язык разводит чрезвычайно. Здесь по-английски говорят «все», от продавца шаурмы до, я не знаю, там, метр до отеля. Ну, вот буквально все. И поэтому вот такой вот вопрос. Друзья Пекин пришел, как-то, по-моему, оскорбительный для окружающих. Они все говорят «yes of course», и дальше, собственно, все понятно. Ну, вы как раз вот сегодня с друзьями это обсуждали, потому что мы смотрели хоккей «Питтсбург-Вашингтон» и «Нэшвелл-Виннипек». Мы смотрели по шведскому каналу «Виасад». Шведы не парятся, они, я думаю, что понятно, в этой стране много хоккейных комментаторов, но никто не комментирует матчи НХЛ, они просто дают полностью фидс с комментарием на английском языке. Это в том числе говорит о степени образованности страны, потому что все понимают, никому не надо ничего переводить. А сколько людей работы лишаются-то? Ну, что значит лишаются? И потом, на самом деле, мне кажется, что все согласятся, и присутствующие в студии, и Александр, что когда ты находишься на месте событий, а комментаторы, которые работают на американских каналах... Драйв другой, да, совершенно. Ну, конечно, да, и драйв другой, и ты видишь больше, потому что, почему тренеры, например, не любят просматривать по видео соперника и обычно отправляют... Картинка другая совершенно, потому что ты видишь... Ты видишь не то, что показывает режиссер, а ты видишь полную картину поля. То, что за пределами мяча, шайбы там и так далее и тому подобное происходит. Я просто вдруг понял, что странным образом пребывание Александра Кузьмака в Дании слегка схоже с той темой, которую я хочу предложить к обсуждению, потому что в 92-м году, как известно, сборная Дании стала чемпионом Европы... Феерическим образом, да, да. Собравшись за неделю до начала турнира лишь потому, что сборная Югославия от участия в чемпионате Европы отстранились. Знаменитая фраза Флеминга-Поульсона, который сказал «Пусть тренируется тот, кто играть не умеет». Ну да. Я просто к тому, что сейчас, наверное, только ленивый не обсуждает вопрос, а не надо было ли бы поменять Станислава Черчесова накануне чемпионата мира в России эдакой спонтанностью, хоть какую-то вообще, не знаю, душу вдохнув в эту... А с какого перепугу? С какого? Да, с какого. Вот мы и обсудим с какого перепуга после того, как я заявлю о голосовании на странице Спорт.ФМ в ВКонтакте, которая, как всегда, слегка ерническая, но вот я отважился сформулировать это буквально следующим образом. Кто должен быть главным тренером сборной России на чемпионате мира по футболу? И поскольку никакого отношения к действительности итог этого голосования не имеет, варианты ответа предложены следующие. Станислав Черчесов, Юрий Семин, Арсен Вингер, кто-то другой. И, наконец, не вижу ни одной подходящей кандидатуры. Вопрос Александру Кузьмаку. Для тебя тоже нет сомнений, что тут и обсуждать нечего, что Станислав Черчесов это та кандидатура, которая востребована временем? Ну, я бы тогда вообще довел ситуацию до абсурда и сделал бы кандидатуру следующей. Станислав Семин и Юрий Черчесов. И тогда было бы уже, так сказать, театр абсурда, мне кажется, было бы окончательно. Нет, ну, на самом деле, серьезно, конечно, трудно об этом говорить, потому что я думаю, что все присутствующие в студии, и я, разумеется, понимаю, что на какой смене тренера сейчас эти речи не может. Тем более, что Иль Павел Семин уже работал со сборной России по футболу, и это были далеко не худшие времена для этой команды. Само собой. Да, да, он пришел пожарным. Валерий Баринов, его очень близкий друг, наш знаменитый актер, его земляк по Орлу еще с детских времен, он как-то очень хорошо... Если не ошибаюсь, он одноклассник. Да, очень сказал точно про Семина когда-то. Он строитель, он не пожарный. И его тогда призвали в сборную в 2005 году именно в роли пожарного, когда плохо очень начали отборочный цикл Чемпионата мира 2006 года. Это тот самый цикл, когда был 1-7 от Португалии. Да, да. Но он не проиграл ни одного матча, но при этом было несколько ничьих, и, в общем-то, наверстать упущенное не удалось. И последний матч Словакии в Братиславе был очень, в общем-то, неудачным. Ну вот смотрите, коллеги, я оценю вашу подготовку к эфиру, она, как всегда, всеомъеблющая и многогранна. Я вчера на этот вопрос ответил в своей колонке. Совершенно справедливо. Я читал твой материал, и у меня сразу возник какой-то... Ладно, хорошо. Сейчас, подожди, да, я это говорю. Идея в воздухе витает, действительно, потому что Черчесов, ну, это объективная ситуация, он не устраивает болельщиков. Потому что болельщики, многие, не понимают, например, его упертости в отношении Игоря Денисова. Ну, знаешь, у каждого, вообще у каждого тренера есть какой-то игрок, которого он под тем или иной причиной не берет в сборную. Естественно, в мире у каждого, да. Да, да, да. Вспомни, например, 2002 год, когда гораздо более бесспорная кандидатура в лице, например, Сергея Овчинникова, который тогда был, ну, наголо выше всех вратарей в России, потому что Нигматуллин сидел на глубокой лавке в Вероне и не играл. В итоге, значит, поехал тогда Нигматуллин, запасной Вероне. И сам Черчесов. Нигматуллин поехал, и запасными поехали Филимонов из Уралана и Черчесов, 40-летний. Ну, тогда еще была история с Рованом Гусевым. Но мы не про это сейчас. Окей, социум об этом говорит и приводит, например, 86-й год. Никакой аналогии с 86-м годом нет. Вообще никакой согласен, да. В 86-м году одни и те же футболисты играли блестящие у Лубановского. Ну вот, только я хотел было вернуть в Луна. Сейчас дозвонятся, я пока объясню суть. А одни и те же игроки играли здорово у Лубановского, выигрывали кубы кубков, выносили Атлетика Мадрид со счетом 3-0. Играли обратительно в сборной. Надо все, вот, ну, не все четко помнят и представляют, о чем идет речь. К сожалению. В 86-м году главного тренера сборной Советского Союза Эдуарда Малафеева сняли с должности. Да, в мае после ничьей с Финляндией, но нулевой. Менее чем за месяц до начала чемпионата мира. Да, и многие говорили, что это, в общем-то, не в последнюю очередь футболисты Киевского Динамо, которые не очень хотели играть. Нет, это так и есть, потому что представители Госкомспорта приехали на базу обсудить, что произошло в этом матче. К ним Блохин пошел. К ним пошли все, но когда они задали вопрос, встал Блохин и сказал, что мы не понимаем, чего от нас хочет Малафеев. И на этом был подписан приговор. Это все я объяснил вот в этой колонке. Я сейчас хочу еще сказать другую вещь, которой в колонке нет. Тогда был расчет на то, что Лобановский достанет, как он это много раз делал, из не самых одаренных игроков, не то что максимум, а супер максимум, в истории масса примеров, из кого делал Лобановский футболист. Что по большому счету и произошло, и если бы не счастье с Бельгиттиным. Совершенно верно. У Семина абсолютно другая репутация. Семин, когда приходит в команду, ему в первую очередь нужно выстроить там атмосферу. Те люди, которые по каким-то причинам не показывали свой максимум, при нем начинают раскрываться. Так было с Алиевым в Киевском Динамо, так произошло с Фернандошем в Локомотиве. Но нету вот этой истории, когда, ну условно говоря, из Игоря Беланова... На подготовке, на одной вот, на голой подготовке к турниру. Сделали лучшего игрока Европы. Таких нападающих в то время было, ну человек 25, наверное, в Европе. Согласен. Хорошо. Я на самом деле внимательно прочел твою вчерашнюю статью. Читал и материалы Игоря по этому поводу. Я ту логику, которую ты сейчас кратко изложил, как бы воспроизводя свой материал в нашем эфире, прекрасно понимаю. Но, мало ли мы знаем примеров, когда новый тренер работает сам по себе, почти независимо от того, кто это. Вот ты говоришь, Леша, социум обсуждает, социум общество, сообщество болельщиков... Социум такую хрень несет периодически и в твой адрес, и в чей угодно, и в мой адрес. А уж какую хрень с точки зрения социума несем мы все, я не об этом. Леша, еще раз. Давайте все-таки поймем исходную позицию. Тренер сборной один. Сейчас неважно, Черчесов, не Черчесов, неважно, как его фамилия. Тренер сборной один, а не 127 миллионов. Ну да, я не помню, кто из бразильских тренеров говорил, что работа главного тренера сборной Бразилии, это ужасно, потому что в стране 50 миллионов людей, которые способны ее выполнить. Совершенно верно. И давайте все-таки уважать Черчесова. Безусловно. Нравится он, не нравится он. Давайте уважать его. Его решение не привлекать Денисова. Это тоже надо уважать. А после чемпионата мы посмотрим, оказался он трав или нет. Да, хорошо. Господа, напомню вам исторически. Будут ли какие-то провалы в центральной зоне и так далее и тому подобное. Посмотрим, посмотрим. У нас есть достаточно большой выбор футболистов в центре поля. Может быть, это не узкоспециализированные опорники, которые, ну, по большому счету, но все-таки начало атаки это не Козырь Гарик, не Игорь Денисов. Да, тебе позволительно. Да, потому что тоже Гарик. Я именно в этом. Так вот, есть все-таки целый подбор сейчас. Вот я считаю, что вот эта вот тройка, и если, слава богу, эти ребята, даст бог, чтобы они были здоровы, Головин, Зобнин и Кузяев, я думаю, что если эту тройку, может быть, даже поставить вместе, это, в общем-то, очень такой динамичный, мобильный и веселый центр получится. Тем более, что все эти футболисты обладают как разрушительными, так и созидательными способностями. Ну, Головин в меньшей степени разрушительными. Ну, да, но вспомнил. И я уверен, что этой тройки не будет, потому что эта тройка абсолютно неопытна на международном уровне. Головин чуть-чуть сыграл за сборную на крупном турнире, но это чуть-чуть пока. Но Зобнин, Зобнин Лигу Чемпионов сыграл, а хотя нет. Нет, Лигу Чемпионов это другое. Это совсем другая история. А можно я вас от деталей... Сборная и домашний чемпионат, это дикое, колоссальное давление. Нет, опытные люди, конечно, нужны. Правильно, правильно. И именно поэтому я хотел бы вас, как куда больших, чем я, специалистов в важнейших футбольных деталях, немножечко отодвинуть от них. Ты сам сказал только, что сборная на домашнем чемпионате мира – это колоссальное давление. Существует разнообразное количество способов преодолевать его. И даже, может быть, использовать в свою пользу, простите, за тавтологию. Но я говорю о том, что в такой ситуации, гипотетически, мы прекрасно понимаем, что Станислав Черчесов будет работать с командой на этом чемпионате. Мы это понимаем, точка. Но гипотетически, появление в команде нового тренера, как средство встряски, как средство высвобождения, смысл в преодолении того самого давления, о котором говорит Леша. Нет, нет, трясти за месяц до чемпионата ничего нельзя. Хочешь, я тебе автомобильный пример приведу из автогонок? Вот если бы нам там накануне гонки, пускай за неделю до нее, сказали бы, а вот новая коробка передачи, она не шестиступенчатая, как у вас, а там, я не знаю, четырехступенчатая, но чем-то она лучше. Давайте вы на ней поедете. Нет, конечно. Ладно, хорошо. Потому что это определенный цикл, который команда прошла. Он должен быть завершен. Да, было в том, что цикл Малафеева, он не то, что не был завершен, а он, ну, по сути, рассыпался сам по себе. Ладно, хорошо. И давайте вспомним следующий период, когда мы выигрывали Еврокубки. 2008 год. Кстати говоря, как там было? 2005 вообще. Началось с 2005, я как раз хотел с этого начать. И после того, как Гус Хиддинг в 2006 возглавил сборную России, он взял за основу модель игры ЦСКА. Играли с тремя центральными защитниками. Но что произошло в мае 2008 года? У сборной игра не шла, проиграли в марте Румынии 3-0. В общем-то, никто никаких особых иллюзий не питал. Но тут Зенит проводит феерическую весну, выигрывает кубок УЕФА, играя в четыре защитника. И что делает Хиддинг? Он в мае полностью меняет модель игры сборной. Переходит с трех центральных на двух. Делает определенную ставку на... Ну, то есть, если на зенитовские блоки определенные. И ситуация меняется. В общем-то, по большому счету, если тогда, в 1986 году, вместе с тренером пришла вся команда, которая, в общем-то, могла прийти, то здесь просто, что называется, вот на волне успеха клуба, который выиграл Еврокубок, было где-то вот частично его модель и ряд его футболистов тоже были... На мой взгляд, там произошло гораздо... А сейчас у нас нет, а сейчас у нас просто нет клуба, который можно взять и транспортировать в сборную. Игорь, на мой взгляд, тогда произошло в 2008-м гораздо более важное событие. Блоки там были, во-первых, зенитовские и армейские. И армейские, да. Хотя вспомнишь, что березуцкие были в запасе в сборной. Ну, гораздо больше, но если так вспоминать, то там первый матч играл центральным защитникам Роман Широков, и ты помнишь, чем это закончилось. Вот. Гораздо более важным, на мой взгляд, поступком Хидинга тогда был... Приглашение в Симакар. Да, да. Да, потому что это... Это вот как раз тот случай... Вы смотрите... ...когда вызвали человека, который несколько лет уже в сборной не играл. И не вызывался, и придал баланс. И он стал ключевым игроком и капитаном. Не вы или оба сейчас подтверждаете отчасти правоту моего абсурдного, гипотетического предположения о том, что этой сборной нужна какая-то перья, тряска-встряска и так далее. Почему она нужна? Я не понимаю. Я вообще не понимаю, о чем тут идет речь. Ну, проиграли Бразилию, проиграли Францию. У нас что, кто-то ждал другого? Да, у нас было 4 матча подряд с топ-сборными мира. Мы находимся там в районе 66-го, там такого-то, ну, очень далеко, скажем так. Из участниц чемпионата мира, из сборных, хуже на 31-м месте. Да, хуже только Саудовская Аравия, та самая, с которой нам играет матч открытия. Собственно говоря, мы играли, то есть заведомо было понятно, что 4 матча подряд против топ-сборных, это где-то могут быть даже и 4 разгрома. Разгром в итоге был только один. И то с минимально возможным счетом, скажем так, для понятия разгрома. Ну, зато с максимально понятной сутью. Вот, вот. Это да. Ну, минуточку. Но была и ничья с Испанией, и были очень приличные отрезки в матче с Францией. То есть совершенно нельзя сказать, на мой взгляд, что это сборная на фоне топ-команд. Понятно, что она слабее их объективно. У нас нет ни одного... Вот чаще всего так получилось, пожалуй, если только сравнивать... Ну, у Аргентины был неоднородный состав. Да-да. Но в общем и целом, 11, все 11 футболистов сборной России на каждой позиции слабее всех 11 футболистов Бразилии, Испании, Аргентины, Франции. Ну, вот у Аргентинцев только группа обороны такая была не особо. Ну, у нас группа... Вратарь, 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 вратарь. Да, да. Про нашу группу обороны мы ничего не будем говорить после травм... Коллеги, можно я хочу в другую немножко сторону вас повернуть? Э, подожди. Вот мы сказали про давление. Про давление. Я просто пример приведу. Как топ-стран, так и не топ-стран. Значит, давайте возьмем последние турниры, крупные, которые проводились. Бразилия. Помогли домашние стены? Судя по неубедительной игре, нет. Германии. Помогли в 2006 году домашние стены? Ну, надо сказать... Пожалуй, отчасти да. Скорее да, потому что... Скорее нет. Я считаю, что это был первый турнир сборной Германии, где она играла в свой новый футбол. Ну, это результат эволюции, воспитания футболистов. Это не касается домашних стен. Ну, где-то их и воспламенило, в общем-то. Португалии помогли в 2004 году. Ну, какой-никакой финалист чемпионата Европы. А с той командой, которая выиграла, все так сыграли, кроме сборной России. Есть еще более близкие примеры, потому что все-таки Россию не надо равнять ни с Германией, ни с Бразилией, ни даже с Португалией. Ну, можно хоккей, Сочи взять, там, условно, да. Там давление такое задушило. Другая история совершенно. Футбол. Возьмем Австрию с Швейцарией. Возьмем. Возьмем Украину с Польшей. Возьмем. Причем Украина, это самый близкий нам пример, потому что это восточноевропейская сборная с абсолютно таким же менталитетом. Только все, отличие, отличие все, в чем заключалось, в том, что у Украины был Шевченко. И когда Украина, играя очень плохо, трусливо, под давлением вот этой публики своей на 100-тысячном почти стадионе, первый матч со шведами, именно Шевченко его переломил. Он забил два мяча, она выиграла, но даже это не сняло напряжение, потом два матча были проиграны, и команда из группы не вышла. А как насчет Южной Кореи в 2002 году, господа? Что Шева к этому времени уже на сходе был. Конечно, но это все равно была суперзвезда, какой у сборной России нет и не предвидится. Хорошо, что вы мне скажете... Южная Корея? Да, 2002 год. Ну, это, во-первых, очень специфический... Италия, до свидания, Испания, до свидания. Это очень специфический чемпионат с точки зрения, допустим, климата. То есть мы не можем этим похвастать, у нас не будет такого. Во-вторых, конечно же, это самый успешный проект Хидинга. И в-третьих, это абсолютно беспардонное, безобразное судейство в пользу хозяев. Да, но я бы хотел заметить еще один момент про чемпионат мира в Корее. Там Хидингу удалось добиться... Мы с ним подробно на эту тему говорили. А я, кстати, читал это интервью, я его помню. Да, он рассказывал о том, что ему удалось пробить у руководителей корейского, не только футбола, но и спорта, и вообще и политических руководителей, возможность в течение года провести, по-моему, три, если мне не изменяет память, долгосрочных месячных сбор. То есть команда имела роскошь, какой сейчас не может иметь ни одна команда в мире. Кроме сборной России по хоккею до Олимпиады. Да, 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 примерно так. То есть люди сыгрывались просто месяцами. Это, скажем так, опыт советского времени, но никак не 21 века. Поэтому сейчас, и, кстати говоря, я беседовал несколько, так сказать, пару лет назад с Авраамом Грантом, и он говорил, что если удастся решить вопрос о каких-то нескольких долгих сборах, а на политическом уровне в России... Решается все, что угодно. Решается все, что угодно, то это может дать некий шанс успешнее выступить на Домашнем чемпионате мира. Но ничего подобного не произошло. И, собственно, почему мы должны говорить что-либо о Черчесове? У нас что? Мы, кроме 2008 года, за все время существования России, постсоветской уже, когда-либо выходили из группы на чемпионатах мира и Европы, это был один единственный раз за 25 лет. И это был результат колоссального везения с Жеребьевкой, потому что у нас оказалось в группе, по сути, две ветеранские сборные. Все это справедливо. Как и совершенно ожидаемым оказалось... Ожидаемым оказался поворот дискуссии от смехотворно сформулированного вопроса. Напоминаю, на странице Спорт.ФМ ВКонтакте продолжается голосование по поводу того, кто должен быть главным тренером сборной России на чемпионате мира по футболу. Официальный ответ совершенно понятен, но мы же слушаем глаз народа. Мне очень нравится ответ, который сейчас лидирует. Да-да-да-да-да-да, я об этом... Ассен Бенгер. Ты знаешь, уже не в первый раз хайп-вариант, не имеющий, ну, совсем ничего, чего с действительностью у нас лидирует. А это, кстати, симптоматичное лидерство. Торжество воинственной бессмысленности, я бы так сказал. А мне кажется, что это торжество не столько воинственной бессмысленности, как ты, Игорь, выразился, сколько уже отчаянная попытка хоть в чем-нибудь увидеть возможность некоего прорыва. Это просто глум, это просто глум. Вот и все, не надо искать за пределами этого глума какие-либо дополнительные смыслы. Мне кажется, что вообще пора прекращать попытки постоянно увидеть что-то за границей. Может быть, но об этом, как и, в принципе, о других аспектах, перспектив выступления сборной России на домашнем чемпионате мира и выступления других 31 команды на этом чемпионате мира мы обсудим через несколько минут в продолжение программы «Спорный момент», в которой сегодня участвует Игорь Рябинер, Алексей Андронов, ввиду ее я, Денис Койсинов, Александр Кузьмак с нами на связи периодически. Через несколько минут продолжим. Да, действительно, этот марафон состоится в эфире «Спорт-ФМ» завтра с полудня до 17.00. Я сам подготовил материал о легендарном советском боксере Николае Королеве. Ну а сейчас продолжается программа «Спорный момент». Ввиду ее я, Денис Койсинов, сегодня один, поскольку Александр Кузьмак находится в Дании на чемпионате мира по хоккею, через полчаса мы присоединим его к нашей беседе по телефону, к нашей, с участием Алексея Андронова и Игоря Рябинера. Весь первый час программы «Спорный момент» мы толкуем о футболе. И напомню, что на странице «Спорт-ФМ» ВКонтакте идет, конечно же, абсурдное, но во многом, как мне кажется, показательное голосование со вопросом, сформулированным так. Кто должен быть главным тренером сборной России на чемпионате мира по футболу? И хотя мы все прекрасно понимаем, что этот тренер есть, и им во время турнира останется, Станислав Черчесов, это лишь один из вариантов ответа в нашем голосовании. Другие варианты это Юрий Семин, Арсен Венгер, кто-то другой, и, наконец, не вижу ни одной подходящей кандидатуры. Так вот, на данный момент, чтобы вы знали, господа соучастники программы «Спорный момент» и господа слушатели, лидирует Арсен Венгер. Игорь Рябинер сказал накануне, перед самым перерывом, что это такой глум, это ничего более. А мне так не кажется. Вот тебе не кажется, Игорь, что... Скажи мне, а по-твоему, это люди отдают должное умению Венгера работать с молодежью, делать так, чтобы они росли и прогрессировали? А может быть, отдают должное тому, что сейчас Арсен дорабатывает последний сезон с Арсеналом, после чего заканчивает свою много-много-много летнюю карьеру в этом клубе? Да. Мне кажется, что люди просто глумят. А Денис, вот подтверждение того, о чем Игорь говорит, нужно смотреть не только на статистику ответов, но и на комментарии. Совершенно справедливо. Ну да, ну вот смотри, в комментариях. Тренерский тандем Борис Моисеев-Сергей Пенкин. Ну... Сталин, Дзюба, что еще? Ну, Гордиола, да? Я даже не знаю, Столешников, я не понимаю, кого это. Ладно, хорошо, если ты изыскиваешь самый абсурдный вариант ответа, то... Кучук, Кучук, Горбула, понимаешь, это действительно люди глумятся. Хорошо, хорошо. Вот и некто Вадим Харламов предложил Папу Карло. Вряд ли это такой турецко-итальянский подданный. Я отвечаю на... Это, так сказать, Апеннинский подданный, с которым недавно беседовал Илья Геркус, после чего начались известные события в «Локомотиве». Ну, вы, кстати, не знаете, о чем он с ним беседовал? Он беседовал, естественно, не о работе в «Локомотиве», потому что представить себе, что «Локомотив» заинтересует Карло Анчелотти как место работы, возможно, ну, это лет через 10, я думаю, не раньше. Потому что в «Локомотиве», в отличие от Манчини, есть репутация, которую имеет смысл хранить и беречь. Это, так сказать, Манчини, все равно, кого тренировать, главное, чтобы платили вовремя. Ладно, хорошо. Господа, те, кто... Поздний Дон Фабио был примерно такой же, по-моему. Ну, примерно, да. Который как раз у нас сегодня канун Великого праздника, мы поздравляем с 9 мая всех. Ты же помнишь, какой хайп был с 9 мая у Фабио Капелло, когда он требовал зарплату, ему Николай Толстых сказал, давайте святой праздник проведем наш, а потом мы разберемся. Фабио Капелло сказал, не надо меня учить, что такое 9 мая, мой отец воевал. И потом люди начали гуглить, а где же воевал его отец? И выяснилось, что на той стороне. Кошмар какой. Ну, ладно, это, так сказать, история в тему. Я хотел вернуться к тому, что я сказал перед самым перерывом, когда мы ушли на новости. Да-да. Пора перестать искать все время мозг за границей. Вот меня трудно заподозрить в уропатриотизме и в том, что я буду доказывать, что все русское лучше иностранного. Но глубочайший смысл чемпионства локомотива, на мой взгляд, заключается в том, что чемпионом стал российский тренер. И тот российский тренер, про которого многие говорили, что ну куда вы леете, ему 70 лет, ну хватит. И я бы сказал не просто, Леша. И там говорят, что его успех это подтверждение того, что наш футбол застой уже 30 лет. Какой бредный. Это застой мозгов, который не в состоянии понять, что происходит. Юрий Семин, которому 71 год исполнится через три дня. 11 мая. 11 мая. Он душой моложе многих болельщиков, которые приходят на трибуны. И многих тренеров, которым по 30, 35, 40 лет. И я бы добавил еще к словам Леши, что Юрий Павлович это не просто российский тренер, а это воплощение национальной футбольной традиции. Потому что Юрий Павлович Семин играл в команде у Константина Бескова. Человек, который, кстати, обладал, ну, перед этим, обладал вот этим возрастным рекордом. Без двух дней, 67 лет он выиграл чемпионат Советского Союза 87-го года со Спартаком. И, собственно говоря, старше никого не было за всю историю отечественного футбола. Так же, как, ну, а чисто российское время, там, дико адвокат, вообще 60 лет, пацан. Да. И вот Семин, он играл 4 года у Бескова в «Динамо». Первый трофей Семина игрока, Кубок Советского Союза 1970-го года, когда «Динамо» выиграла у своих белийских одноклубников в «Лужниках» 102 тысячи. Сейчас люди перестанут понимать, о чем ты. Да, он был завоеван за Львом Яшиным в воротах, например. А в чем воплощение национальное? Семин играл с Яшиным, Семин работал у Бескова. Семин, то есть он корнями вот в этой, вот нашей отечественной футбольной истории. Так давайте проголосуем за Юрия Семина. Единственное, что с ним не происходило, это вот Семин никак не соприкасался с Лобановским. Он не играл у Лобановского. Соприкасался, сейчас расскажу. Они общались, естественно, но он не играл и не работал вместе с ним. Еще же, значит, еще же тоже неотъемлемая часть истории нашего футбола. То, что Семин автор двух первых голов московского «Спартака» в Еврокубках. Вообще за всю историю участия команды в европейских турнирах. Хорошо. А теперь про Лобановского. Они в свое время, когда только-только год 89, и вот как-то они сошлись. И даже, по-моему, в 88-м году Лобановский сделал Семина, ну, существовавший тогда неофициально второй сборной. Да-да. И вот мне об этом Юрий Павлович рассказывал, и они достаточно много между собой общались. Хорошо, хорошо. Он его на тренировке достаточно часто пускал. Общались, но просто впрямую, так сказать, не пересекались. Но, Игорь, я предлагаю все-таки вот такой титул Семину не вешать. Почему? Потому что, ну... Я имею в виду другой... К сожалению, сейчас не работают в футболе Олег Романцев и Валерий Газаев. К сожалению, они выбрали другой путь жизни. Они выбрали другой путь жизни. Они, я не знаю, что... Но они точно так же могут считаться тем самым воплощением национальной школы. Они могут считаться, но в какой-то момент, не знаю, ну, в силу разных причин, они потеряли интерес к профессии. Ну, Асемин не потерял, я понимаю. Асемин, который на 6 лет старше. Я бы сказал так, Асемин, я пожестче немножко скажу, чем Игорь, не потеряли интерес к профессии. А Асемин не приобретал интереса к другой профессии. Пусть так. Который, на мой взгляд, все-таки несколько фальшив. Хорошо, пусть. Так вот, я возвращаюсь к тому вопросу, с которого Игорь, адресованного, мне начал вот эту вторую часть нашей программы, да? С чего, мол, вам, коллега, кажется, что люди выбирают вариант Арсен Венгер из каких-то высоких побуждений? Отвечаю. Люди, пока вариант Арсен Венгер в нашем голосовании, который продолжается, все еще лидирует. Мне кажется, многие выбирают этот вариант потому, что в принципе не верят ни во что тренерское отечественное. Вы сейчас двое людей, которые превосходно знакомы с современным российским футболом, с историей советского футбола и лично знакомы с Юрием Семиным, попытались было меня убедить в том, что его победа во главе локомотива в чемпионате страны, это замечательно потому, сему, пятому, десятому. Но даже в Юрия Семина, если судить по нашему голосованию, люди не верят. Они не то, чтобы сильно верят в Арсена Венгера или Фабио Капелло и далее по списку, они не верят в наших. Да нет, Денис, они в наш футбол-то не верят. Да, да, да. Вопрос там по поводу игроков тебе тоже самое скажут. Ну, это ли не печалька накануне домашнего чемпионата? Что значит печалька? Это объективно. Слушай, мы 31-я команда из 32-х. Это объективно. Не надо рассказывать нам, что рейтинг FIFA не объективен. Он объективен. А, ну, может быть, все-таки наша... И, в конце концов, я скажу так. Может быть, даже в этом есть для сборной нашей как таковой определенное психологическое преимущество. Потому что от нее ни хрена не ждут. Нет, 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 Игорь, ну перестань. Выход из группы ожидается автоматически. Нет, ну, понимаешь, автоматически ожидается, ну, что называется, масса и население, которое ничего про футбол. Нет, ну, а так, подожди, а какую группу проходить, если не эту? Да. Ну, скажи мне. Нет, я согласен, но я считаю, что если наша сборная выйдет из группы, она выполнит, по большому счету, все то, на что она способна. По сути, да. А дальше уже бонусы. Если вдруг что-то там дальше произойдет. Да, согласен, но это, в принципе, ситуация очень похожа на 2008 год. Просто тогда Швеция и Греция, они казались, ну, какими-то такими громкими именами. Тем более Греция была действующей чемпионом Европы. Но когда мы вышли на поле и началась игра, вот лично мне, матч с Грецией, мне спустя 10 минут стало все ясно. Это была просто постаревшая на 4 года команда. Ну, и то с ней было непросто. И то с ней было очень непросто. Хорошее слово-бонус. Я за него зацеплюсь. Леш, продолжай. Я просто понял, что это не закончилось. Нет, просто отношение вообще к футболу нашему, оно скептическое у людей. Что здесь еще нас отличает немножко от всего остального мира, это постоянная привычка делить на кланы. В Англии, в Германии, во Франции, когда назначается тренер национальной сборной. Но никто не обсуждает, откуда он пришел. Никто не обсуждает, Дешам из какого клуба. Да, мясной, он конский или пароводный. У нас, понимаешь, постоянно, почему не любят Черчесова. Ну, во-первых, Черчесов сам все для этого делает, достаточно, так сказать, брутально общаясь на пресс-конференциях. Это все люди читают. Когда его спрашивают проблемы, он говорит, какие проблемы? Нет проблем, есть вопросы. Да, да, он не любит слово проблемы. Ну, его много чего не любят. Он требует, чтобы не называли матчи товарищескими, не называли контрольными. Да, у него свой язык. Это людям не нравится. Ну, а после ему нравится или не нравится, но, опять же, все время мы чем-то недовольны. Но после матча с Бразилией, этой весной, да, после матча с Бразилией, так, почему-то нелюбимой группой коллег Черчесов провел 26-минутную пресс-конференцию. Много ли у нас тренеров, которые после поражения 0-3... Ты виноватся в его профессионализме? Нет. Я тоже. А теперь я... Я помню Черчесова еще тренером даже сочинской жемчужины. Когда висели, помнишь, по Москве висели вот эти блокады, мы отказались от Бекхама. Да, да. Но для большинства болельщиков Черчесов мясной. А Газаев был конский. Хотя, при том, что Черчесов с Динамо выиграл 6 матчей группового турнира Лиги Европы. А адвокат был зенитовский. Вот эта манера все время, вот эту клановость туда вставлять, это на самом деле очень сильно мешает самой команде. Мне кажется, что если бы болельщикам казалось, несмотря на результаты матчей с Испанией, Аргентиной, Францией и Бразилией, несмотря на понятный уровень игры во встречах с этими могучими соперниками... Я уверен, Денис, что болельщики отталкиваются не от этих матчей. Потому что в этих матчах произошло, по большому счету, то, что и должно было произойти. Болельщики отталкиваются от предыдущих матчей крайне негативно. Совершенно справедливо. Со сборной Коста-Рики, например. Да, да, да. Абсолютно безнадежный матч на Кубке Конфедерации с Португалией. Но при этом была приличная игра с Мексикой, между прочим. Ну, так, она прилично сопровождалась катастрофическими ошибками. Так вот, я вернусь к словечку «бонус», который ты, Леша, только что... Это Игорь сказал, да. Игорь, простите. Игорь, ты бросил, да? Вот в Черчесове общественность, болельщики не видят того тренера, который способен на бонус. Да в ком? А в ком они видят вообще его? В ком? В гусе Хидинке, который этот эдакий бонус в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года всем нам приподнялся. Может, ты что-то не включил в опрос фамилии Хидинка? Я специально не стал включать в этот опрос фамилию Хидинка, потому что победа была бы заявным преимуществом. Подождите, подождите, подождите. Ну, гусе Хидинка, не надо думать, что на 2008 году, так сказать, все закончилось. Был 2010-й. Да, разумеется. Когда гусе Хидинк не прошел до чемпионата мира. Да, именно, конечно. А вот тут я хотел бы возразить, потому что отборочный цикл чемпионата мира 2010 года по качеству игры нашей сборной был наголову выше отборочного цикла Европы 2008. Да, томатчик из Словении. Да, вспомним, например, оба матча с Германией, да, они были проиграны в один мяч каждый, но при этом это были два абсолютно равных матча, и в каждом из них выборная Россия имела основание... Окей, окей. Игорь, извини, перебил. Равная игра с Германией, это нормально или это бонус? Это для нашей нынешней сборной бонус, пожалуйста. Победа над Голландией в чемпионате чемпионата Европы, это нормально или бонус? Смотря на какого исторического периода. Для текущего, знаете ли. Подождите, Денис, ну давайте не смешивать одно с другим. Во-первых, надо понимать, как Германия играет отборочные циклы. У нее никогда не бывает там проблемы, она не играет на 100%. Зачем? Как играть с Германией и что значит равная игра с Германией? Спросите Луише Филиппе Скаларе и сборную Бразилии с 2016 года. Голландия. Помимо всего прочего, помимо героизма, который проявила российская команда, я его не буду отрицать. Грандиозная глупость голландского тренера. У Халида Блахруза умер ребенок. Он летал домой. Ван Бастен неопытный тренер, он не знал, что с этим делать. Он взял и поставил человека в состав, который тут же провалился, естественно, потому что у него голова была в другом месте. Не надо смешивать одно с другим. Словения с Гусом Хиддингом, это позорная история. А до этого было в группе. И я хотел бы еще напомнить... Оба матча с третьей командой группы, с третьей командой группы, Финляндии, были выиграны с счетом 3-0. Финляндия не Финляндия, но это третье место в группе. А Арманцев 6-0 выигрывал у них в 90-е годы. В 90-е, вообще 95-й год, вот этот сборочный цикл Евро-96, это вообще была лучшая сборная на все время. Игорь, можно я вернусь к твоему слову бонус? Да, 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 да. Если мы говорим бонус, само участие сборной России в чемпионате Европы 2008 года, это дикий и страшный бонус. Конечно. Это выигрыш миллиона по трамвайному билету, не по лотерейному, а по трамвайному. Причем по добранному на полу. Потому что это только спасибо сборной Хорватии и недоразумению зонтиков. Ну, нет, подождите, давайте все-таки скажем спасибо и сборной России, которая с первым местом группы сборной Хорватии, с этой самой сборной Хорватии, дважды сыграла в ничью. И Англичан победила. Англичан тоже победила. Ты же помнишь, что Константин Зырянов сказал в Израиле? Поражение в Израиле, да. Помнишь? Да, поражение в Израиле, да. Нас за шиворот вытащили хорваты туда. Хорошо, нас они бы туда не вытащили, если бы сборная России не провела бы равные матчи по результату с Хорватами и с Англичанами. Да никто не отрицает, что сборная России хорошо играла в отборочный цикл. Да, хорошо, кроме некоторых вот ситуаций, прокомментированных Зыряновым. Но в целом, в такой ситуации команда попадает на финальный турнир, не важно, как она называется, Россия или как-то поиначе, в одной ситуации из ста. И вот эта ситуация случилась. Замечательно. И вот команда, руководимая специалистом по имени Гус Хидинг, замечательно, блистательно реализовала цепочку шансов, предоставленную ею судьбой, ну и собственными усилиями, я не буду опровергать правоту суждения. Совершенно верно, Денис, это как раз вопрос самопозиционирования. Сборная Греции в 2004 году тоже реализовала цепочку шансов, предоставленных ей судьбой. А сборная Дании в 1992 году реализовала один, но грандиозный. Ну почему один? Ну ладно, хорошо, пусть тоже цепочку, пусть. Я не об этом. Наше голосование о том, что нет Станислава Черчесова, нет Юрия Сёмина, нет гипотетического Валерия Газаева, и далее по списку наши болельщики... Гипотетический Валерий Газаев есть, но на посту президента РФС. Ждите. Это интересный инсайд, мы потолкуем об этом прямо сейчас. Я прекращаю свою цепочку рассуждений. Как раз об этом толковать. По-моему, всем очевидно, что Валерий Георгиевич просто ждет сейчас. Тем более после того, как Мутко предложили побыть строителем еще немножко. Всем все ясно? Окей, хорошо, это интересно. Кстати, вот если это случится, вот тогда слова Сёмин и сборная станут актуальными. Реальностью могут вполне стать, потому что они... Я смотрю на голосование, которое продолжается на странице Спорт.ФМ ВКонтакте. Сёмин, главный тренер сборной, это, ну Игорь поймет сейчас, что я имею в виду, это в сто тысяч раз более реально, чем тандем Газаев, президент РФС, Черчесов, тренер сборной. Ну, по многим причинам, в том числе и тем, которые ясно, это за им фамилии. Кстати говоря, вот мы поговорили, как раз делали большое интервью с Юрием Павловичем, вместе с Александром Львовым, буквально пару дней назад. И выпивали даже. Ну как? Там есть для затравки. С шампанским, да. Но Павлович не пил, потому что он был за рулем. Он просто поднял бокал шампанского для картинки. Да. Так вот, и он как раз-таки сказал, буквально, как раз тему Газаева он коснулся, он сказал, что нет тренеров молодых и старых, а есть те, кто выигрывает, и нет. Если бы сейчас Валерию Газаеву дали хорошую команду из топ-пятерки, он бы выиграл чемпионат России. Дело в том, что он изначальный победитель. С ним не могут быть безразличными футболисты, с ним не могут быть безразличными руководители. Или Газаев старого поколения, он бы выиграл. Я спрашиваю, у вас? Может и у меня, я его боюсь. Сказал Юрий Павлович. Это такой дружеский немножко троллинг. Дружеский, не дружеский, но посмотрите, пожалуйста. Да не надо, Денис, туда смотреть. Ну хватит. Ну не надо, хватит смотреть на этого Венгера. Хорошо, я закрываю компьютер. Где Венгер лидирует, и уже безоговорочно. Вам не кажется, что люди не верят ни в какого советского, отечественного, российского специалиста? Так это и плохо, что не верят. Надо верить. Надо верить в своих. И надо иметь... Слушай, у нас люди вот... Знаешь, национальная гордость должна проявляться не в отказе от ракфорума и пармезана, и в пожирании так называемого сырного продукта, да, который лежит в магазинах. Угу. Национальная гордость абсолютно в другом. Да, мы никогда не сделаем ракфор и пармезан. Это надо признать. Никогда. Что мы умеем делать. А вот тренировать, а вот тренировать команды футбольные мы умеем. Потому что команда с российским тренером выиграла Еврокубок в 2005 году. Команда с нашим тренером выиграла Олимпиаду в 1988. Наконец, никакой Хидинг и Венгер не тренировали в 60-е годы, когда были тоже успехи. Но просто проблема в том, что пока никто этого не доказал на практике в работе со сборной страны. А почему обязательно должен доказать-то? Мы даже не второй, мы третий эшелон европейского футбола. У нас нет футболистов, они не играют, ни один из наших футболистов не играет в Европе. Один, Черышев. Да, да, да. Ну да, один Черышев. Нормальная команда Венгер. Я, поскольку теперь комментирую с января чемпионат Испании, я теперь внимательно слежу и в теме. Мы такая же команда, как Греция. Ну, Греции просто, во-первых, фантастическим образом повезло. Это, кстати, единственный, Денис, единственный в истории пример, когда во главе сборной успеха добился иностранный тренер. Никто и никогда не выигрывал с иностранным тренером больше. Просто, ну, во-первых, это, извините, тренер, какого уровня был. Во-вторых, конечно, им повезло там. Пусть так, собственно, я ничего не имею против того, чтобы надеяться на то, что гордиться мы будем не сырным продуктом и даже не тем, что завтра повезут по Красной площади, а достижениями отечественных специалистов. А Турнинков, кстати, идет завтра опять по Красной площади? Понятия не имею. К счастью. Это твой личный предмет любопытства, вот и поисследуй. А я лишь констатирую, что Андрей Кондрашов, прости, Игорь, который приходил две недели назад в эту программу и говорил, в общем-то, о том же, о том, что институция тренеров стала совершенно презренной частью спортивного механизма, был прав и восстанавливать ее статус и авторитет, конечно же, необходимы. Так вот, Семин и восстанавливает ее статус сейчас. Вот прямо сейчас он восстанавливает. И Белелединов во главе Акбарса тоже ее восстанавливает. Я только за. И тот же Слуцкий ее восстанавливал. Итоги голосования, которые так не нравятся коллеге Андронову, но раз уж мы его затеяли, надо подвести его итоги. На странице Спорт.ФМ ВКонтакте, отвечая на вопрос, кто должен быть главным тренером сборной России на Чемпионате мира по футболу, вариант Черчесов выбрали 15% голосовавших. Семин 22%. Арсен Венгер 29%. Это победитель. Кто-то другой 8,5%. Это наихудший вариант. И, наконец, 25% в четверть не видит ни одной подходящей кандидатуры. Программа «Спорный момент» продолжится через несколько минут. Добрый вечер. Это второй час программы, которую я веду сегодня из студии нашей радиостанции «Один». Меня зовут Денис Косинов. Гостями и соучастниками программы являются сегодня Игорь Робинер и Алексей Андронов, представлять которых нет ни малейшей нужды. Александр Кузмак присоединяется к нам по телефону из Копенгагена, где он сейчас находится в связи с очевидной необходимостью. Там, знаете ли, проходит чемпионат мира по хоккею. Вот хоккей-то и будет темой второго часа нашей программы. Для начала я на странице «Спорт.ФМ» ВКонтакте формулирую вопрос на голосование, которое будет идти в течение ближайших 20 с небольшим минут. Как вы оцениваете игру сборной России в трех первых матчах чемпионата мира по хоккею? Варианты ответов предлагаются следующие. Великолепно. Чемпионская игра. Опрометчиво. Слишком рано разогнались. Неубедительно. Пока были слишком слабые соперники. Время пошло. Итак, сборная России на чемпионате мира по хоккею провела три встречи. Все три выиграла с очаровывающей легкостью. Лично меня... Из кругленькой такой разницы шайб 20-0. Да, превосходно. Правда? Сейчас, извините, я на секунду вас верну к теме предыдущего часа. Вот мне Станислав Саламович пишет сейчас. Да-да. А что именно пишет тебе Станислав Саламович? Вот такой жест. Все нормально будет. Ну, замечательно. Напомню, что в предыдущем части... В предыдущем часе программы мы поставили на голосование абсурдный вопрос, кто должен руководить сборной России на футбольном чемпионате мира. Так вот, вариант черчесов в этом опросе, напомню, занял четвертое место. Уступив вариантам Арсен Венгер, кто-то другой и Юрий Семин. Ну, так вот, сборная России по хоккею на соответствующем мировом чемпионате сыграла во первых трех встречах настолько великолепно по результату, что лично меня это настораживает. И вот тут знаешь, что мне сразу хотелось бы отметить? Вот, если вспомнить, как сборная России играла перед чемпионатом мира на двух последних этапах Евротура... Да-да-да-да, пять поражений по трех... Сразу же можно сказать, надо менять тренера, можно было бы сказать. Надо быстро увольнять Воробьева и ставить кого-то... Ставить Белилетинова. Еще что-то надо делать. Причем логика рассуждений в этом смысле столь же безупречна. Ну, вы сейчас немного в троллинг ударяетесь, на мой взгляд, потому что... Ну, нет, 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 я глумлюсь-то тоже, потому что... Да, потому что, во-первых, ну, давайте все-таки мы еще никого не обыграли. Я то, что сделала сборная России... Я согласен с тобой, Леш, что мы никого не обыграли, но... Сейчас поймут... Но когда-то наша сборная, чемпионат мира в Санкт-Петербурге, где угодно еще... Было много примеров, когда отстоил, проигрывали. Я сейчас поясню свою мысль. Я это называю, люди, кто карты любит, меня поймет. Мы на 14 сделали еще. И получили 20. Выигрышная комбинация. Но надо понимать прекрасно, что для сборных Франции, Австрии и Белоруссии игра с Россией не значит ничего. Раньше была другая формула. Сейчас им надо разбираться между собой, кто занимает последнее место и вылетает из элитного дивизиона. И вот именно поэтому я и поставил на голосование вопрос не о результате, который, безусловно, великолепен, а об игре. Ты говоришь, троллингом мы занимаемся? Да, занимайтесь. Потому что игры пока... Ну, это не та игра, которую надо оценивать. Кстати... Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, а почему? Вот, подожди. Ты сказал, проиграли... Что такое-то? Ну-ка, цыц. Проиграли сколько матчей подряд? По-моему, четыре все-таки. Пять. Дай хотя бы Александр Кузьмак скажет привет. Но мы проиграли другим командам, другого уровня. Александр Кузьмак, привет. И снова здравствуйте. Я сразу вспомнил фильм «Тачки», да? Мэтр не успел сказать пока. Это вот... Да, пока. Ну, все, отлегло. Леша Андронов, как ты слышал, друг мой? Только что сказал, что по играм с французами, австрийцами, белорусам судить решительно не о чем. Потому что не нам игра с ним не нужна, а им не нужна игра с нами. Может быть и так, а может быть и нет. Тибет-то как игра команды. Как она наблюдается с трибуны? Да, ну, откровенно говоря, к словам Алексея добавить-то особенно нечего. В плане того, что... В плане оценки ситуации. Потому что, конечно, сборные Австрии, Франции и Белоруссии в любой конфигурации, даже если их объединить между собой, разделить на три и сделать из них самую какую-то выжимку, да, результат будет ровно точно такой же. Потому что совершенно очевидно, что эти команды с другой планеты. Они не о том. Они и приехали не о том. И, ну, разница между ними колоссальная, безусловно. Разница между ними и командами, которые так называемые первые шестерки, там, семерки, если иметь в виду словаков. Ну да. Вот, поэтому, что касается самой по себе игры, то, конечно, еще рано говорить об игре. Игра начнется 10 мая. Вот у меня начнется день рождения, а у них начнется игра. Вот как раз в этот день как раз сборная России сыграет командой Чехии, в которую, скорее всего, успеют приехать Пасторняк и Крейч, да, два великолепных нападающих Бостона. Вот когда они приедут и когда мы сыграем с Чехией, будет понятно, чего вот к этому моменту, повторяю, к этому моменту, добился Илья Воробьев. Саша, я сразу речь зашла о Бостоне, чтобы потом не возвращаться. У меня вот... На самом деле мы потом можем вернуться сколько угодно. Нет, у меня есть мечта, чтобы сборная Канады затроллила весь мир. Она должна вызвать Брэда Маршанда сейчас. Чтобы он облизал где-то. Конечно, конечно, поднять популярность чемпионата мира, вывести на новый уровень. Кто не в курсе, Брэд Маршанда склонен облизывать своих соперников, что вызывает у них живейшее отвращение. На что ему было указано и не раз, но пока не помогло. Главное, указано, потому что НХЛ не может принять меры. Да, Саша? Вот, коль скоро вам об этом вспомнить, нет пункта правил, который запрещает облизывать. Ты знаешь, Саш, некогда не было пункта правил, который запрещал бы употребление марихуана во время Олимпийских игр. Именно. Но это уже совсем абсурд. Вернусь к тому, что по вашему общему, как я понимаю, Игорь, правда, еще не высказался, мнению, игра с австрийцами, белорусами и французами ни о чем не говорит. Я бы сказал почти, потому что если бы сборная начала, ну, очень туго, натужно, невнятно и так далее, даже с такими соперниками, то есть вообще такие матчи, они могут сказать только о плохом, они о хорошем, ну, говорят. Ну, можно и так сказать, да, наверное, и так тоже будет верно. Я согласен, потому что сборная России в этой ситуации, она, конечно, она должна была не просто доказать свое преимущество в классе, она должна была это сделать красиво. Она это сделала красиво. Вот, это уже предметный ответ на мой вопрос. Да, но это, да, но это красота игры еще никому результата сама по себе не приносила, как известно. Моих игроков разбора ставьте до поры. Мы же не отрицаем, что сборная России играет в хоккей хорошо на уровне этих соперников, но окончательный результат будет определяться не этими соперниками, а чехами, шведами, финнами, канадцами, американцами. А вот Александр Карелин, отвечая на глупые вопросы, коих ему было задано великое множество в течение его великолепной карьеры, вроде того, что не надоело ли вам бороться с этими слабаками, имея в виду его досрочные победы на первой-второй минуте в первых раундах тех или иных турниров, неизменно отвечал, они все не из больницы. И умные люди, глядя на то, как борются в первых раундах, Карелин уже составляли себе мнение о том, на что и как он будет способен в четверть, полу и финале. Денис, есть одна очень важная разница между Карелином и сборной России. Разница эта очень простая. Карелин с первого раунда боролся на вылет. И в этой ситуации его соперники, конечно, пусть и самые слабые в первых раундах, эти были соперники, которым нельзя было проиграть. Это А. И нужно было выиграть как угодно. Это Б. Потому что в случае с Австрией, Швейцарией, Австрией, Францией и Белоруссией, сборной России нужно выиграть только потому, что эти команды присутствуют в турнирной сетке. Если бы их не было, чемпионат мира не потерял бы ровным счетом ничего, и мы это прекрасно понимаем. А вот если бы мы играли плей-офф с 1-64 какой-нибудь, то вполне возможно, что российская сборная не забивала бы 7 или 8, а забила бы 3 или 4, как Америка, Канадия. Не Канадия, а Германия. И спокойно доигрывала бы матч до конца, и никакой красоте бы мы сейчас не говорили. Я объясню свою, прости господи, скептическую обеспокоенность происходящим. Я-то давний хоккейный болельщик, в том числе и сборной Советского Союза. Действительно, в отличие от нас. Да, вы тут вся молодежь. Так вот, мы все давние хоккейные болельщики, в том числе и сборной Советского Союза, помним случаи, когда разные там сборные Польши, Италии, выносились со... Нет, не Польша, да, было в 76-м году, когда полякам проиграли 4-6. Я говорю о тех штатных ситуациях, когда поляки и итальянцы, и же с ними, бывали биты с двукратным счетом, с двузначным счетом, простите. А потом наступали чехи, и наступали один-два, два-три, три-четыре. А не рано ли забивать 20 шайб за три игры, друг мой, Саша? А что значит, не рано ли забивать, а как можно не забивать их? Что, отказаться? Если перед тобой команда расступается, ну что ты тут делаешь туда, если команда соперника, сборная Белоруссии, которая прекрасно понимает, что у них остался один матч на этом турнире со сборной Австрии. Зачем ей ломаться-то? Она, конечно, она... Более того, они после матча еще и Тейвальюис уволили после матча с нами. Да, 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 я в курсе, да, я знаю. Так вот, и говоря о матче с чехами, мы можем проиграть чехам не потому что, а просто потому что сборная Чехии в этом составе может сыграть лучшую сборную России. Не говоря уже про шведов, канадцев и американцев. И финнов. Наша сборная на этом турнире пока, почему я и говорю, что очень трудно делать выводы, потому что матчи против Австрии, опять-таки Франции и Белоруссии, они даже представление не могут дать о том, что реально может эта сборная. Потому что соперник настолько слаб, что, ну, он совсем не сопротивляется. Да, то же самое, по сути, Саша. То есть все-таки из больницы, да? То же самое, по сути, произошло со шведами. Шведы сыграли, в отличие от нас, два матча с этими соперниками. Они сыграли с Францией и они сыграли с Австрией, по-моему. С Белоруссией. А, с Белоруссией, значит, да. С Австрией у них впереди игра, с Австрией завтра они играют. И точно так же они не пропустили ни одной шайбы. Они чуть меньше забили, потому что с французами, я смотрел матч, они после первого периода перестали играть всерьез, поняв, что все решено и все ясно. И соперник рыпаться никуда не будет. Но шведы сыграли игру со сборной Чехии уже. Игра была очень тяжелая. То есть все-таки... И эта игра, она, в общем, действительно многое определила. Но тут еще надо иметь в виду специфику турнира под названием чемпионат мира. Потому что я абсолютно точно понимаю, что играй уже в этом матче Пастерняк и Крейча за сборную Чехии. И сборная Чехии была бы гораздо сильнее. А если сейчас вылетит, Александр, если сейчас вылетит Нэшвилл, и приедут Форсберг и Арвидсон? Да, ну так об этом и речь. Думаю, что там вообще чемпионат мира можно на этом, в принципе, заканчивать уже. Ну, заканчивать ничего, конечно, не надо, но... Нет, ну тут еще есть Канада с Америкой, которая прекрасная совпадка. Но в Канаду я не верю абсолютно. У американцев очень приличный состав. У американцев приличный. Здесь еще такой интересный есть нюанс. Кстати, просто короткая буквально реплика. А то мне просто трудно, из-за задержки по звуку, мне очень трудно с вами, так сказать, его полемизировать. Вот, поэтому я буквально еще одну реплику короткую. Мне интересно, что это сборная России. Вот впервые за очень долгое время перед ней не стоит вот этой вот кровь из носу задачи всех порвать или обязательно даже вот что-то выиграть. Мне очень интересно, как. Как эти ребята себя проявят. Мамин, Михеев и многие другие. На фоне, очевидно, очень сильных соперников. А вот как ты думаешь... Поэтому я с оптимизмом смотрю на вещи. Саш, кстати, как ты думаешь, когда Гусев выздоровеет и вернется в стройку? Кчейки вроде как должен, как сообщают, вроде как Кчейки должен быть готов. Да, восстановят звено первое олимпийское или нет, потому что настолько здорово пока все получается с ними, с Доцуком и с Капризовым и Дадоном? Сложный вопрос на самом деле, потому что Гусев и Дадонов игроки все-таки разные. И в этой ситуации я, честно говоря, не очень убежден, что это звено стоит восстанавливать. Ведь Гусев вместе с Капризовым попали к звену к Доцуку по той элементарной причине, если уж сравнить. Потому что Дадонов играл в НХЛ. И с этой точки зрения, да, сравнение будет как бы не совсем корректно. Но они играют здорово, и Дадонов, он, на мой взгляд, больше ориентирован на гол, чем Гусев. Гусев больше обладает диспетчерскими качествами. В этой ситуации я бы, может быть, и не трогал бы уже эту связку новую, а Гусев попробовал бы как бы подкреативить другие звенья. Ну да, они с Бучневичем, по идее, могли бы, наверное, тоже сработать. С Бучневичем, например, да. Давайте поступим так. Александру Кузмаку технологически, да и физиологически не вполне удобно поддерживать длительную беседу. Саш, мы вернемся к общению с тобой минут через 15-20 в заключительной четверти программы, тоже посвященной хоккею. Короткие гудки. Пи-пи-пи, Александр Кузмак был в эфире программы «Спорный момент». Здесь еще, Денис, очень интересный матч, нас ждет 15 мая. Это последняя игра в группе, играют Россия-Швеция. Был первый матч на чемпионате, который солд-аут, то есть все билеты выкуплены. Что не странно, имея в виду географию. Ну, естественно, да. И я, поскольку симпатизирую очень сборной Швеции, внимательно за ними слежу, я абсолютно точно понимаю, что шведы сейчас, они, так сказать, нажали кнопку «Make control». Они будут в последнем матче выбирать себе соперника из другой группы. Что они, кстати, припоминали. Они это делают всегда. Да, они мастерски. Могу себе позволить напомнить вам Олимпиаду в Турине. Когда они проиграли словакам, так достаточно цинично, после чего спокойненько получили хорошую сетку и выиграли Олимпиаду. Поэтому, в общем-то, меня таким образом, что я это никак не удивлю. Тогда так. Насколько я понимаю, вопрос с оценкой игры сборной России в трех первых матчах чемпионата мира в этой студии, по крайней мере, что называется, согласован. Белоруссия, Австрия и Франция соперники совсем из другого хоккея. Это те самые «из больницы», выражаясь терминологией Александра Каэльна, по которым судить решительно не о чем. Я правильно понимаю? Правильно, но сборная России играет хорошо. Хорошо, да. Не нужно мешать эти два факта, противопоставлять их, скажем так. Одно сочетается с другим. Тогда не будем противопоставлять и подведем итог голосования, а потом продолжим о хоккее. На самом деле, впрочем, что нам мешает? Дать возможность аудитории голосовать еще, поэтому во многом, как выяснилось, очевидному вопросу. Вам не кажется абсурдным, что на чемпионате мира вновь появились команды, которые совсем из другой игры? Что значит вновь появились? Они давно уже там присутствуют. Нет, я не об этом. Тот период советского хоккея, когда на чемпионате мира далеко не столь многочисленном, как сейчас. Таки было много команд совсем не про это. Те же самые поляки, те же самые упоминавшиеся мною итальянцы. Потом, вроде бы, на некоторое время сменился периодом, когда едва ли не каждая команда могла обыграть каждую. И французы, после чего... Что-то не припоминаю. Такого никогда не было. Просто, Денис, стирается из памяти такие матчи с соперниками, как Франция. Потом, по понятным причинам, никакой Беларуси в советское время не было. Даже Олимпийские игры можно вспомнить, например, Сараева, где групповой турнир наша сборная выиграла, забивая в среднем, по-моему, по 6 или 7 шайб за игру. Но я как раз-таки уже о том... Если не в 8. А я как раз говорю о том периоде развития хоккея, который наступил вслед за обрушением Советского Союза. Когда уже в новейшие хоккейные и общечеловеческие времена... Нет, там просто мы стали... Появляются французы, побеждающие российскую команду, швейцарцы, регулярно обыгрывающие кого-то из топ-6 и так далее. Ну, швейцарцы и сейчас могут, в общем-то. Они наверняка выйдут сейчас в финал. Замечательный, дай им бог, всяческие... Сто процентов. Я удивился, что они слабо на Олимпиаде сыграли. Я как раз ожидал от них намного больше. Ну, там... Я скорее в роли немцев... Слушай, там и шведы удивили. Да, скажем так, в роли немцев я скорее предполагал увидеть Швейцарию до начала игр в Пхенчхане. Ну... Так вот, зачем все эти Австрии... Да нет, Денис, ну... Дело в форме. Белоруссии. Ну, конечно, зачем? Ну, да, вот именно что затем. Разве это продаваемое, пардон, зрелище? Сборная России на одном катке, обыгрывающая 7-0... За доходами от телетрансляции. А прошлый чемпионат, помнишь, где проходил? Ну, конечно, да. Франция и Германия. Да. Ну, так, а почему забыли сейчас сборную Дании? Она играет дома. Зачем Дания, можно спросить? Ну, зачем Дания не как сборная на чемпионате мира, а зачем Дания как страна, где проводится чемпионат мира по хоккею? Это тоже второй вопрос. Именно сборная. Почему? Чемпионат мира по хоккею прекрасно проходит в Дании. Там проблема, конечно, в том, что там, как обычно, в Скандинавии все очень дорого, и там все жалуются, что шаурма 500 рублей стоит, там такси немыслимых денег стоит. Ну, извините, в Норвегии было бы еще дороже. В Норвегии тоже в свое время проходил чемпионат мира, и это был ужасный позор. В том смысле, что трибуны были полупустые. Это было... Ну, не знаю, в Дании, по-моему, нет такого. А в Корее на Олимпиаде вы сейчас видели? Правильно. Вплоть до финала? Я об этом толкую. До финал такой. Я об этом толкую. На чемпионате мира... Финал, благодаря тому, что пришли спортсмены, как российские, так и немецкие. Так вот, чемпионат мира по хоккею проходит, а, далеко не в хоккейной стране. Ну, не надо говорить, что Дания не хоккейная страна. А чем же это на хоккейный, друг твой датчан? Ну, извини меня, основной вратарь Торонто Мэйппу Ливса, один из лучших вратарей национальной хоккейной регионе. Да и вообще... А второго датчанина, добившегося серьезного успеха в НХЛ, ты назовешь? Вот Вашингтон сегодня вышел, там есть варселлер. Меллер, да. А ты помнишь, когда шведы вылетели на Кубки мира от сборной Европы, один журналист, тот самый, который Ульфа Самуэльсона вскрыл, он написал, что трагедия не в том, что мы проиграли сборной Европы, а трагедия в том, что мы проиграли команде Детройя датчан. И вообще, надо сказать, все вот эти вот так называемые нехоккейные страны в комплекте тогда, на Кубке мира 2016 года, сформировали команду, которая прошла все хоккейные страны и дошла до финала Кубка мира. Да, и замечательный тренер Илья, который не очень даже понятно, кто больше вот сейчас, на тот момент был. Да, Райф Крюгер, то ли европейец, то ли американец, который объединил в себе, бла-бла-бла, это все понятно. Да, мы с ним очень долго разговаривали, но самое интересное заключается в том, что этот человек удивительного такого, в хорошем смысле, авантюрного склада, который не побоялся, будучи там, много лет работая в хоккее, там, сборной Швейцарии кучу лет возглавлял, потом Эдмонта Нойлерс, кстати, рано слишком его уволили, он не побоялся откликнуться на предложение из Англии, и он уже несколько лет является президентом футбольного клуба Саут Гемптон, играющего в премьер-лиге и занимающего периодически очень приличные места. Сейчас, по-моему, на вылет стоят. Сейчас на вылет, но несколько лет подряд было все по-другому, там, шестое, седьмое, там, восьмое место, это было несколько лет подряд. Денис, к тому вопросу возвращаюсь, здесь проблема не в том, что присутствуют Австрия, Беларусь и Франция, проблема, на мой взгляд, в том, что ИХФ нужно изменить систему проведения как чемпионата мира, так, кстати, и Олимпийских игр, потому что Олимпиада, где совершенно непонятно для чего групповой турнир, потому что никто после него не вылетает, это какая-то глупость. А здесь, вот если просто предположить, у нас сколько, да, 16 команд. 16 команд, да, группа по 8, да. Мне кажется, даже можно еще 2 добавить и сделать 3 по 6. И вот там уже распределение сил будет совсем иным, потому что... Это как это? Мы к 16 командам, из которых половина слабая, добавляем 2, и еще слабее? Ну, они же так или иначе каждый год поднимаются. Сейчас Великобритания с Италии вышла. Великобритания в хоккей вышла. Кстати, будет не слабая команда, потому что полно студентов, которые 2 паспорта имеют, они будут играть за Великобританию, скорее всего. Канадцы? Теперь можно 2 паспорта, да, Игорь? Сейчас, это всегда можно было. Ульф Симуэльсон по деле завидует нынешним обладателям группы. Сейчас, вот смотрите, сейчас Франция, Австрия и Беларусь, они просто смотрят, кто соперники. Россия, Швеция, Швейцария, Словакия, Чехия. Вот эти 5 команд, они определяют 4, идущие дальше. А если сделать 6 команд в группе, то уже, во-первых, могут оказаться только 2 гранда у тебя, и, соответственно, там 3 место, оно вакантное. И тогда мы можем получить что-то похожее на ту же самую сборную Германии на элитических играх. Я так понимаю, ты ведешь речь о том, что в этом случае или в каком-то другом случае грамотного устройства чемпионата мира, те же самые белорусы или австрийцы или французы не будут выезжать на матч со сборной России с желанием потратить как можно меньше сил, потому что... У них будет определенный смысл сражаться, потому что сейчас у них задача одна – не вылететь. Других задач у этих команд нет. Но так или... Во второй группе вообще нет никаких задач, потому что всем понятно, что Корея отправится туда, откуда пришла. О перспективах чемпионата, который едва начался, мы будем говорить в заключительные полчаса программы, а пока подводим итог голосования. Итоговый протокол. На вопрос, как вы оцениваете игру сборной в трех первых матчах чемпионата мира, вариант великолепно. Выбрали 26% проголосовавших, вариант опрометчиво, слишком рано разогнались 25%, и 49% выбрали вариант неубедительно, пока были слишком слабые соперники. О хоккейном чемпионате мира и не только о нем в заключительной полчаса программы «Спорный момент» через несколько минут. Заключительная четверть сегодняшней программы посвящена хоккею, чемпионату мира, о котором все еще следует говорить в перспективе, ибо он едва начался. Это Национальной хоккейной лиги, где в разгаре Кубок Стэнли. И я в очередной раз напоминаю, что сегодняшними участниками программы являются Алексей Андронов и Игорь Рябинер. Я, Денис Костин, введу программу из студии «Спорт.ФМ» в Москве. А по телефону из Копенгагена к нам присоединяется Александр Кузмак. Саша, привет. А еще не присоединился. Ну, значит, присоединится вот-вот. И поскольку сегодня в основном провокационные голосования на странице «Спорт.ФМ» ВКонтакте, то и очередной вопрос кому-то покажется звучащим глуповато. Ну да и ладно, вы ответьте, кто как сможет и кто как захочет. Итак, какое место займет сборная России на чемпионате мира по хоккею? Варианты ответов. Первое, второе, третье. Без медалей. Мы вроде как полчаса говорили о том... А, кстати, почему не предложили, может быть, главного тренера сборной России прям по ходу турнира поменять? Маловато, 20 шайб, что-то забили там. И Венгера, кстати, можно предложить было. Игорь, я в твоих глазах обрел репутацию поклонника «Абсурда» за эти полтора часа, но не настолько, чтобы менять главного тренера сборной страны по хоккею по ходу турнира. Сдается мне, там подобных прецедентов никогда не было. Ну вот сейчас Дэйв Льюис только что уволили. Я имею в виду с нашей командой. Ну, нашей команды, да, не припоминаю, хотя всего можно ожидать когда-нибудь. Это ты не припоминаешь в хоккее такой ситуации. А мы с Денисом тебе можем рассказать историю, как в биатлоне тренера увольняли по ходу эстафеты. Эстафетные гонки, да. Когда Анатолий Хованцев был волею боярина выгнан со своей должности, причем абсолютно незаконно, между вторым и третьим этапом женской биатлонной гонки. Ну, да вернемся... А спортсменки об этом были в курсе? Я тебя уверяю, Анатолий Хованцев тоже не был в курсе. Он был немного занят. Он пытался руководить процессом, насколько это доступно биатлонному тренеру. А его боярин, как ты его называешь, не пытался оттаскивать оттуда, сказав ему, что он уже не имеет права это делать? Боярин с высоты своего положения, каковое высоко во всех смыслах, в случае Михаила Прохорова, как ты понимаешь, рук такой ерундой не марает. Александр Кузмак находится в Копенгагене, напоминаю. Там он занимается тем, что освещает чемпионат мира по хоккею. И уж коль мы договорились о том, что по стартовым матчам сборной России с никакими соперниками, об игре сборной России судить нельзя, потолкуем о том, что такое вообще чемпионат мира в Дании. Я вот придерживаюсь той неоригинальной точки зрения, что крупнейшие международные соревнования должны проходить в намоленных местах. Тогда чемпионат мира по футболу не должен проходить в России. Совершенно справедливо. Кстати, мы уже с Денисом это обсуждали. Как и олимпиады зимние не должна проходить в Корее. Я вообще считаю, что чемпионат мира по футболу должны по очереди проводить Англия, Испания и Германия. И США, может быть. А на моем месте Зепп Блаттер задал вам вопрос. А как же мы тогда будем развивать футбол? Ну, Мудко пускай спросит. И ему объяснят. Мудко теперь строительством занимается. Позно спрашивает. Вот Зепп Блаттер тоже может переключиться. Я легко могу представить, как сейчас Леша Андронов собирает номер Зеппа Блаттера, а Игоря Бенер, Мишеля Платини, они выясняют у них что да как. А я вот обращусь к Александру... Платини сейчас. Вообще Александр Чиферин возглавляет УИФа сейчас. Совершенно верно, так же как Зепп Блаттер не возглавляет сейчас ФИФа. Устраивает тебя такое? Да, Джанин Фонтина. Обращаюсь к Александру Кузьмаку. Саша, я вот утверждаю, Дания не хоккейная страна. Я прав или нет? Да нет, на самом деле не совсем в данном случае с Данией, если уж до конца быть честным, потому что Дания очень много развивает хоккей в последние годы, в особенности количество игроков. С кем сравнивать? Если Данию сравнивать с Канадой, то вообще ни одна страна не хоккейная, кроме Канады. Если сравнивать с Россией, тоже нет, хотя в меньшей степени, потому что в России отношения к хоккей очень двоякые, несмотря на то, что мы очень любим хоккей, пытаемся его развивать. Развиваем плохо, но развиваем так или иначе. Дания уж точно более хоккейная, чем Франция и, наверное, чем Германия. Без сомнения, да. Ну, в Германии тоже хоккей собирает, там шлаги, там как раз... Ну, честно, чтобы не растекаться на эту тему, я бы так сказал, что, понимая прекрасно, что намоленное место, намоленным местом Дании еще не является, без всякого сомнения, тут спорить не о чем, но, тем не менее, Дания это все-таки не Франция, действительно. И вот проведение чемпионата мира в Дании, которого сама Дания очень хотела, равно как, скажем, Латвия этого хочет, хочет этого Словакия и там еще несколько стран, которые сейчас плохо играют в хоккей, это все-таки не совсем та история, как Олимпийские игры в Корее или, там, я не знаю, чемпионат мира по футболу в ЮАР. Здесь никакой экзотики для... Дания это не экзотическая страна для хоккея. Вот, в особенности сейчас во время чемпионата мира, когда сталкиваешься с датчанами, они прекрасно знают, с кем играет их команда, они знают, что у них есть хоккеисты, играющие в НХЛ. Они не очень хорошо разбираются в хоккее, но все-таки это такой промежуточный этап. Дания уже перешла ту черту, когда хоккей для нее был таким, ну, почти экзотическим, не очень понятным видом спорта. Осталось только уточнить, а каких датчан ты имеешь в виду, друг мой? Болельщиков, журналистов? Болельщиков, журналистов, ну, в первую очередь, население, население Копенгагена. Разговариваешь с людьми, например, вот мы вчера покупали клубнику на ярмарке в центре города. Приятного аппетита. Разговариваешь с человеком, они говорят, вы откуда? Мы говорим, мы с Россией, это чемпионат мира приехали, да. Ой, а вот у нас Дания в параллельной группе играет, мы их, к сожалению, не видим. Ну, потому что там ребята, вот ребята из НХЛ, которые играют за Данью, да, они родом из Хернинга, поэтому датчан туда перевезут. Они начинают что-то рассказывать, то есть они в курсе, в принципе. То есть это не та ситуация, когда в Корее, в Сеуле за полгода до начала Олимпийских игр люди слышат, что через полгода в Тхенчхане состоится Олимпиада, сильно удивлялись. Да, какая Олимпиада? Нет, такого здесь нет, конечно. Нет, конечно. И чемпионаты мира расписаны еще на 4 года вперед. Следующий чемпионат мира будет праздником для болельщиков всех стран, потому что это самый дешевый чемпионат мира, который можно представить себе. Это Словакия, где можно на 10 евро совершенно спокойно пообедать с пивом. Ой, ой, вот сейчас, ой, простите, что вспомнил. Вот про спасибо Алексею Андронову, потому что сегодня я съел самую дорогую шаурму в своей жизни. Сколько? Я никогда в жизни не мог представить, что шаурма обычная может стоить 1600 рублей. А, вот так, да. Сильно. Круто. Да. Вот, потом следующий... Хотя бы ради этого надо было проводить чемпионат мира по хоккее в Дании. Ну, билет на автобус 250 рублей. Следующий чемпионат будет в Швейцарии. Тоже не фунт изюма. Ну, нет, шаурма там подешевле, это я точно вам могу сказать. А потом принимают... Ну, на такси 15 минут из Женевы в Нью-Йорк. Я однажды ехал за 100 долларов. Научитесь пользоваться каршерингом. И будет вам счастье. Вот есть у вас, Алексей Зойна, программа «Вокруг света и спорта» еженедельно. Ему надо было ввести такое мерило, да, того или иного города или страны. Цена на шаурму в пересчете на рубли. Ну, есть же индекс Бигмака. Ну, а у нас же индекс Шурмы. Нас же как-то оригинальнее. А у нас индекс таксиста, который в прошлом году вез филийского журналиста за 50 тысяч рублей. А сейчас уже новый какой-то появился. Потом будет 21-й год Белоруссия и Латвия. Ну, собственно говоря, Минскоряна и Рига-арена. А эта халява какая будет для европейцев, да? Ну, да. Я, кстати, скажу тебе, что Минск-то он по ценам уже московский почти, да. Это не Киев. Вот. И в 22-м году Финляндия. Это замечательно. А вернусь к Александру Кузьмаку. Ты еще с нами, друг мой? Да, да. Это замечательно. Ты сказал, что... Он быстро подсчитывает, сколько будет стоить шаурма в каждой из следующих четырех лет. Ты, если что, пиши, мы тебе каких-нибудь явств подошлем. На почтах до востребования, да. Ну, типа того, да. А суточные, суточные поднять бы Александру Кузьмаку после таких новостей? Нет, ну мы справляемся, Игорь. Ну, все в порядке, да. Тут ключевое слово «мэй». Но я не об этом. Уж коли, по твоим словам, дачане шарят в хоккей. И хотя на Молиным это место еще не стало, но Даня уже за той чертой, где хоккейное невежество все-таки оканчивается. С каким настроем там ожидают прибытия НХЛ-овского подкрепления? Все-таки первый раунд Кубка Стэнли уже почти завершен. Прям вот люди смакуют, что сейчас приедет тот, приедет и этот. Завершен не первый, а завершен второй. Ой, второй, простите, второй, конечно. Второй, второй, прошу прощения. Один матч остался. Да, один матч остался, да, Нэшвилла с Виннипегом, а так-то, в общем, да. Ну, на самом деле, что вам сказать. Чемпионат мира, мы все здесь и там сидящие знаем, насколько это специфическая история с чемпионатом мира, потому что команды комплектуются по ходу турнира. Но даже в этом случае этот чемпионат мира, безусловно, чуть-чуть находится за скобками. И вот какой парадокс-то сложился. Да, сборная команда России, выиграв в отсутствие НХЛ-овцев Олимпийские игры, приехала на чемпионат мира едва ли не слабейшим своим составом, ну, по именам, за последнее время. Причем произошло это без всякой связи. Первого обстоятельства со вторым. То есть просто так случилось. При всем при том, что действительно все остальные команды, и шведы, и канадцы, и даже американцы Патрика Кейна прислали. Господи, вообще, когда такое было в последний раз? Ну, это говорит о многом. Поэтому чемпионат, безусловно, очень интересный. Просто он еще не вступил в ту стадию. Подожди, Саша, что значит, когда было? Кейн вообще-то был на чемпионатах мира не раз уже. Да, да, это не первый раз, безусловно. Нет, Кейн играл за такую команду в этом сезоне, что для него чемпионат мира это возможность хоть какой-то позитив вообще получить. Совершенно справедливо, я согласен. Так, как и для Артема Анисимова, к слову говоря. Ну, да, только давай не будем все-таки всерьез их сравнивать. Меня в ситуации с российской сборной... Извините, к вопросу о том, к слову «сравнивать». Чехи сравняли счет в матче со Швейцарией, один-один. Правильно, молодцы, молодцы. Вот, у меня к сборной России, на самом деле, один есть очень большой вопрос. Все-таки, как понимать, что ни одного человека из команды, выигравшей кубок Гагарина, в сборной нет? Ну, ты понимаешь, с этим не согласиться-то невозможно. В смысле? Я считаю, что Грипов заслуживает место в сборной больше, чем Шестеркин и Сорокин вместе взятые. Совершенно с тобой, наверное, согласен по-болельчески. Но, наверное, я думаю, я могу только предполагать, я думаю, что Илья Воробьев и вот тренерский штаб просто перед Олимпийскими играми, перед, простите, перед чемпионатом мира, просто решили не рисковать. Просто, чтобы не, ну, скажем так, они взяли тех, кого знают. Ну, хорошо, Саша, согласись, а взяли, вот они, допустим, взяли защитника Трямкина и нападающего Михеева. Чем это был риск, почему вместо Михеева не мог поехать Галиев, например? Что это, риск какой-то в этом заключается? Ну, это другая функция, другая функция. Все-таки Галиев чисто атакующий, чисто атакующий. Это вопрос, на который я не могу тебе ответить, по понятной причине. Так, давайте мы послушаем ответ Александра Кузмака. Да. Я просто не могу тебе ответить на этот вопрос, ты прекрасно понимаешь, да? Твои претензии в данном случае, они, наверное, обоснованы, и они будут обоснованы в случае неудовлетворительного результата, тем более. Но ответить тебе на вопрос вместо Ильи Воробьева и Алексея Жамнова, например, я не в состоянии. Понятное дело, мы это не понимаем. Мне лично гораздо, ну, самое непонятное, это Ткачев, отсутствие Ткачева. Потому что если по Галиеву можно все-таки предположить, что поскольку игрок чисто заточенный на атаку, а, в общем, там есть кому, в общем-то, забивать и отдавать, то вот по Ткачеву, человеку более универсальному, не знаю, кто, тут я меньше это понимаю. Так, давайте отпустим из эфира Александра Кузмака. Задав ему, наверное, вопрос последний, который ты же анонсировал уже, как выступит сборная России. Саша, чемпион, серебряный призер, бронзовый или без медалей? Вот ты видишь, что происходит, друг, Алексей Андронов узурпирует власть в студии в твое отсутствие. Приезжай скорее. Вежливые люди пришли. Я думаю, что парадоксальным образом у сборной России есть шансы на золото, если сборная России не сыграет в первую очередь с командой Финляндии до полуфинала. Вот если ей удастся избежать встречи с финнами, в первую очередь, потому что финны эту команду, боюсь, разберут на запчасти. А вот со всеми остальными играть можно, даже с канадцами. И просто очень хотелось бы избежать финнов до полуфинала. Ну, просто полуфинал там уже как пойдет. Саша, спасибо. Отдыхай и пусть твое ухо скорее обретает природную форму, ибо оно сейчас расплющено на телефонную трубку. Ведущий программы «Спорный момент» Александр Кузьмак сейчас, напоминаю, в Копенгагене на чемпионате мира по хоккею. А мы тут продолжаем на странице «Спорт.ФМ» ВКонтакте голосование по вопросу, какое место займет сборная России на чемпионате мира по хоккею. И пока вариант ответа первая, лидирует. Это к вопросу об оптимизме и тому подобном. Абсолютно для меня непонятный результат. Я считаю, что... Ну, зачем, собственно говоря, всерьез относиться ко всем этим? Я считаю, что наша команда, на мой взгляд, она где-то с четвертого по шестое место находится сейчас. Причем на равных. Дождь, подожди. Четыре, пять, шесть — это одинаковые три команды. Мы же вроде как полчаса потратили в предыдущей четверти программы на установление того факта, что сейчас предметно судить об игре сборной России не приходится в виду... Ну, мы можем наложить, во-первых, что состав не сильно поменялся по сравнению с последним этапом Евратура. Во-вторых, я так понимаю, что в отличие, допустим, от шведов, в отличие от финнов, в отличие от чехов, которые ждут Пасторняка и Кречи, у нас не будет такого подкрепления из Национальной хоккейной лиги. Была договоренность с Орловым и Кузнецовым, но теперь ее можно выбросить в мусорное ведро, потому что им играть еще один раунд. Малкин не приедет, потому что он играл с травмой. И на самом деле Малкин и Овечкин уже бессмысленно дергать на чемпионаты мира. Ну что, они все... Это как если бы Канада сейчас Кросби привезла. Для чего? Но... Для того, чтобы победить, знаешь ли. Кросби съездил на чемпионат мира в 15-м, по-моему, или 16-м году, чтобы... Чтобы в трипл-гол это сделать. В трипл-гол это сделать, да. Он сделал это, да. Малкин свой индивидуальный чемпионат мира выиграл в 12-м году. Поэтому, на мой взгляд, однозначный явный фаворит это шведы. Это первая сборная. Дальше идут две семероамериканские команды. И вот дальше вот Россия, Финляндия и Чехия примерно на равных шансах. На мой взгляд. Хотя, Канада, учитывая ситуацию с вратарями, она тоже может быть вот в этой группе. Ну, я отмечу. Лично я, вот, по-человечески очень желаю как можно большего успеха Илье Воробьеву. Он замечательный, так сказать, человек. Открытый, интеллигентный, хорошо образованный человек, который прошел... Ну, во-первых... В Игоре Ребинере заговорил журналист, посетивший сотню пресс-конференций Олега Знарка. Да, я понимаю. Ну, кстати, не надо представлять себе, что Знарок не образованный. Это же модель поведения. А я понимаю, только она больно ранит нежные души. Более того, не надо, друзья мои... Я не про свою, я не посещал пресс-конференции Олега Валерьевича, я их только наблюдал. Я, кстати, говорю, я гораздо к этому, на самом деле, спокойнее отношусь, чем большинство моих коллег. Потому что я прекрасно понимаю одну вещь, что когда мы начинаем заниматься всякими эгоцентрическими вот этими заморочками и считать, что якобы отношение к журналистам определяет итоговый результат, это полная фигня. Конечно, нет. Отношение к журналистам определяет обратное отношение к журналистам. И больше ничего. И вот, что я вот, например, точно могу сказать, мы осенью разговаривали, делали большое интервью с Вячеславом Козловым, все-таки двукратный обладатель Кубка Стэнли, человек, который поработал со Скотти Боуманом много лет. Ему есть с чем сравнивать. Виктор Васильевич Тихонов, Скотти Боуман, там, и так далее. Так вот, он же выиграл Кубок Гагарина с Динамо в 40-летнем возрасте. И я спросил... И потом выиграл помощником у Воробьева в Магнитогорске. Нет, это Виктор Козлов. А, Виктор Козлов, правильно. А так вот, я спросил у Вячеслава Козлова, как он относится к знарку по времени их совместной работы. И он сказал поразительную, на мой взгляд, фразу. За знарка хочется бросаться под шайбу. И вот когда это говорит человек, который никак от знарка не зависит, человек, которому есть с кем сравнивать, который работал у Тихонова и Боумана, я думаю, что к этой фразе, наверное, нужно серьезно отнестись. И нужно понять, что этот человек, знарок, находится на одной волне с хоккеистами. Он может не находиться на одной волне с журналистами, но его очень хорошо понимают игроки, и он умеет до них достучаться. По поводу раненых душ, меня, например, гораздо больше травмируют бессмысленные, словословные пресс-конференции Виталия Мутко, чем краткие, грубые и брутальные пресс-конференции знарка. Ну, у каждого свой диагноз, в данном случае я имею в виду обе стороны, принимающие участие в пресс-конференциях. Ну, так вот, если иметь в виду то, что по составам, по тому, что было показано там в том же Евротуре, вот ты, Леша, определяешь нашу сборную на позиции с четвертой по шестую, и, я так понимаю, Игорь, ты с этим во многом согласен. Да, ну, я бы сказал с третьей по шестую, вот так. Ну, наверное, четвертый, ну, может быть. Да нет, ну, на самом деле, с третьей по шестую, потому что у Канады реально будет фратарская проблема, она встанет. Она уже встала в матче со сборной США, они же проиграли важнейшую игру на старте, из-за чего они теперь, скорее всего, не получат первого места в группе. И вот тут Саша говорил по поводу того, что надо не встретиться с финнами, а, поверьте мне, шведы сделают все, чтобы мы встретились именно с финнами. Окей, так вот, исходя из того факта, что потенция сборной России, это места с третьего по шестое, обретают особенную важность. Такие обстоятельства, как готовность хиистов бросаться в огонь и в воду за того или иного тренера. Вот за Знарка, по словам независящего от него Вячеслава Козлова, игроки готовы были, что называется, лезть... Кроме Александра Радулу. Ну, это отдельный случай, понятное дело. Ну, по-моему, там пошире список, ну, и тот же Качев, кстати говоря, просто ситуация с Радулу, она слишком громкая и явная. Ну, в любом случае, сейчас сборной руководит не Олег Знарок, а Илья Воробьев. Плюс ли это или минус ли? Знаете ли вы многое о том, на что способны игроки ради этого тренера? Или это пока для нас загадка? И, наконец, что есть еще такое, чтобы вот эту потенцию с третьего по шестое, ну, превратить в золотые медали? Я думаю, Денис, что здесь скажется неминуемым образом эмоциональная усталость, потому что большая часть этой сборной играла на Олимпийских играх, большая часть этой сборной, терминологии Константина Зырянова, извините, обосралась в Кубке Гагарина. И негативные... Практически вся, в случае. Вот эти эмоции, абсолютно вся, потому что из команды победителя нет ни одного игрока. Вот, я думаю, что это... Почему? Почему? Евгений Дадонов и Павел Бучневич не обосрались? И Малин тоже, да. И Зайцев. Да-да-да. Хотя Зайцев, учитывая то, с какой помпой Торонто входил в плей-офф, рассчитывая на БЭП, как Зайцев, вполне может быть, что да. Я думаю, что вот это скажется. И потом, ну, все-таки, Датсук, ну, 40 лет почти человеку, я думаю, что силы не беспредельны. Нет, то, что он делает на данный момент, это фантастика абсолютно. Фантастика, да. Но это против таких команд, против финнов, ничего подобного ему не дадут сделать. А что такого умопомрачительного вы увидели в игре финской команды? А ты не помнишь, как они играют с нами последние лет 7, наверное, если не больше? То, что было, прошло, как известно. А на Кубке Мира просто еще у них вот эти звезды, я понимаю, что у них ушел Селянный, а Ахо и Лайны, они все-таки еще слишком молоды. Слушайте, товарищи, вот есть чемпионат мира 2018, в котором принимает участие сборная Финляндии. А о реальном уровне нашей команды судить по первым трех матчам не приходится. Как мы устанавливали... Но мы только что сыграли в Синляндии перед чемпионатом мира, все мы увидели опять. А сборная Италии сыграла со сборной России перед чемпионатом Европы и проиграла 0-3. Я имею в виду футбол, я имею в виду чемпионат Европы 2012 года. Фурсенко тогда сказал, что все только начинается. Выяснилось, что он имел в виду сборную Италии. Так нет, более того, Фурсенко заявил тогда, что мы станем чемпионами Европы. Да. Я помню еще, когда вы заявили. Но не надо сравнивать. Во-первых, футбол не хоккей. Во-вторых, это все-таки был просто товарищеский матч, а не этап, пусть и второстепенного, но все-таки официального турнира. У Финляндии простая там ситуация, на самом деле. У них сейчас будет рокировка тренеров, у них Юка Яунин возвращается в сборную, Лауре Мария Мекки будет теперь тренировать Юкера. На самом деле это хорошо и для тех, и для других, потому что у Мария Мекки конфликт с НХЛ-овцами, они не хотят к нему ехать. И те, кто приехали, это они вынуждены даже игроков из АХЛ были брать. Исчерпывающий ответ. Подведем итог голосования. Итоговый протокол. На странице Спорт.ФМ ВКонтакте мы задали... Я задал. Вопрос. Какое место займет сборная России на чемпионате мира по хоккею? Вариант. Первое. Выбрали 40-3,5% проголосовавших. Это наиболее популярный вариант. Второе. 9%. Третье. 16%. Без медалей. 31,5%. Я скажу, что без медалей. В лучшем случае четвертое. А ты, Игорь? Давай, поскольку в диалоге должен быть один оптимист, другой пессимист, давай я третье место все-таки отдам. Не знаю, кто тогда я, если предполагаю, что без медалей таким образом вроде бы как создаю Алексею Андронову большинство, но я тоже так думаю. На этом, в сущности, программа «Спорный момент» от 8 мая завершена. Я напоминаю, что 9 мая в эфире Спорт.ФМ. Марафон, посвященный спорту во время войны. Подготовлено некоторое и довольно значительное количество материалов, связанное с этим трагическим этапом истории человечества. Поэтому я поздравляю с наступающим праздником и всех слушателей, и коллег Алексея Андронова и Игоря Робинера. И всех-всех-всех. До свидания. Продолжение следует...